Притча, 14 глава, 16 стих. Ксмудрый боится и удаляется от зла, а глупый раздражителен и самонадеян. То есть этот человек живет не умом, он живет эмоциями. Он раздражителен и самонадеян. Вспыльчивый может сделать глупость, но человек, умышленно делающий зло, ненавистен. Понимаете, есть люди, которые умышленно стараются причинять зло. Я как-то рисовал табличку, мы их называли преступники, помните? Они хотят. А есть человек, он не хочет сделать зло, но он просто-напросто вспыльчивый. И даже не желая ничего плохого, твоя эмоциональная вспыльчивость делает тебя глупцом. В этой же главе, 14-29 стих. У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость. Видите, опять глупость связана с гневом, раздражительность, с эмоциями. И, конечно же, это с негативными эмоциями прежде всего, да? 29-я глава книги, притч, 11-й стих. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Почему же столько людей, встречаясь, сталкиваясь с чем-то новым, с чем-то необычным, не думают, не осмысляют, а просто эмоционально реагируют? Все дело в том, что наш мозг, наш мозг, наша голова, да? С одной стороны, Бог говорит, уповай на Господа, а не на разум свой. Мы доверяем Богу, ни уму, ни разуму. Однако, доверять Богу, это не означает отвергать все остальное. Бог нам много чего дал. Бог нам дал тело, для того, чтобы мы могли физически что-то делать, хотя бы передвигаться по этой земле. Как бы ты Богу не доверял, тебе нужно использовать свое тело, чтобы приехать из дома в церковь на богослужение. Правда же? Точно так же Бог нам дал разум, для того, чтобы мы жили на этой земле, чтобы мы точно так же его использовали. Но интересно, что вот разум занимает примерно 2% от общей массы тела. То есть в среднем разуме это 1400 грамм, где-то вот так вот, 1300, 1400, ну иногда 1500, примерно. Примерно полтора килограмма. Это 2% от массы нашего тела, как правило. Но даже в таком обычном пассивном состоянии наш разум потребляет 20% той энергии, которая потребляет все тело. То есть он в среднем в 10 раз больше потребляет энергии, чем все там прочие органы. В 10 раз. И это только в пассивном состоянии, когда мы начинаем думать, когда мы начинаем напрягаться, тогда еще больше процентов начинает задействовано потребление. То есть наш разум – это очень энергозатратная машина. Она на очень дорогом бензине ездит, и для этого бензина нужно много. Это вот, ну как вот взять какой-то такой дорогой там джип, огромный, где там 20-30 литров на 100 километров расход, да? Сколько нужно его заправлять? Или там малолитражку, там можно 6-7 литров на 100 километров, да? Если у тебя проблема с бензином, на какой лучше ехать? Ну, та, которая мало затрачивает, правда же? И вот у тебя огромная машина в голове. Она, во-первых, очень энергозатратная, а во-вторых, она медленная, потому что что-то думать нужно время. Нужно время, правда же? Вот думать нужно напрягаться. Поэтому намного проще просто эмоции. Это быстро и дешево. Быстро и дешево. Эмоционально. Поэтому очень многие вещи мы думаем, что вот я подумал. Мы на самом деле часто думаем, что думаем, а на самом деле не думаем. И есть много примеров. Я до сих пор помню, когда мы в школе проходили, всякие задачки были. Например, клюшка и шайба вместе стоят 110 рублей. Сколько стоит шайба, если клюшка на 100 рублей дороже? Сколько стоит шайба? 10, 10, 10, 10, да? И вы понимаете, клюшка и шайба стоят 110 рублей. Сколько стоит шайба, если клюшка на 100 рублей дороже? Мы сразу же говорим, шайба стоит 10 рублей. Ну, если ты подумаешь, то поймешь, если шайба стоит 10 рублей, то клюшка тогда получается на 90 ее всего, да? То есть шайба стоит 5 и клюшка 105. Вместе 110 и клюшка на 100 больше шайбы. Но заметьте, первая реакция у нас сразу же 10. Это очень простой пример, но мы не замечаем. Нам часто кажется, что мы чего-то там думаем, а мы на самом деле ничего не думаем. У нас есть как бы автоматические какие-то реакции, которые внутри у нас идут, автоматические, да? Они более выгодные, более экономичные, более быстрые. И особенно, когда вот мы уже живем, да у нас уже есть такие реакции буквально на все. И мы их выдаем. Вот мы их выдаем. И тут же находятся люди типа Эрдварда Бернейса, которые используют вот это в нашей жизни, наши эмоции, чтобы, воздействуя на наши эмоции, манипулировать нашими жизнями. И они часто воздействуют. Факел свободы. Ты что, против прав женщин, что ли? Нет? Тогда кури. Как эти две вещи связаны, да? Ну, вот они связывают и воздействуют на наши эмоции, воздействуют на нашу эмоциональную систему. И Библия говорит, что человек, который реагирует эмоционально, является глупцом. Почему? Потому что он не задействует реально свой мозг. Ему кажется, что он его задействует. Он не задействует свои мыслительные процессы. Он просто реагирует. Потому что так выгоднее, так телу выгоднее. А чего напрягаться? А зачем напрягаться? Потому что, вы знаете, мозг, он столько потратил сил, чтобы сформировать у каждого из нас картину мира. У нас у каждого есть картина какая-то мира. Почему? Да потому что, когда мозг чувствует, что картина мира существует, ему как-то проще. Ему кажется, что он все контролирует. И поэтому, когда вдруг ты слышишь какую-то информацию, ты получаешь какие-то данные, которые расходятся с твоей картиной мира, противоречат ей, твоя голова часто в панике. Она, это что, мне сейчас все тут переделывать? Я столько лет формировал в своей голове определенную картину мира, и вдруг является кто-то, и что-то говорит такое, что противоречит тому, той картине, что есть у меня. И что мне надо теперь все перестраивать? Это сколько энергии? Мой бедный разум не выдержит. Поэтому лучше не включать, не думать, а просто отреагировать, эмоционально, раздражиться, выказать свой гнев. Поэтому мы часто и критику не воспринимаем. Почему мы не воспринимаем? Я не говорю там критиканство, но есть же и хорошие вещи, а мы их не воспринимаем. Почему? А потому что об этом надо что-то думать. Так же вроде бы работает и работает, а тут что-то новое такое. И что-то мне надо и менять в себе, менять в своей жизни. Да зачем лучше назвать это глупостью? Лучше назвать это чушью. Эмоционально среагировать коротко и быстро и потом продолжить жить своей жизнью. И так живет подавляющее число людей. Можно там какие-то лозунги свободы, какие-то еще. И люди находятся под манипуляцией. Это используют и бизнесмены, это используют политики, используют все, чтобы просто управлять, управлять людьми. К сожалению, в церквах священники нередко используют то же самое. Когда, я знаете, я много ездил, много путешествовал по разным церквам. Знаете, сколько я видел верующих, которые просто не приучены думать. Потому что для них даже проповедь. Вот у нас в церкви, я говорю, когда я проповедую, думай, анализируй, не принимай все на веру, размышляй. Потому что, вы понимаете, нужно уметь не только что-то готовить и давать, важно уметь и принимать мудро. Есть немало людей, которые не умеют принимать. Умей принимать, размышляй, как это соотносится с твоей жизнью, как это может помочь тебе. Проверяй. Но многие верующие не хотят это делать. Не хотят думать. Говорят, это что такое? Это что такое за проповедь? Опять что-то думать? Это где? Что-то я про Бернейса в Библии не читал. Я 20, 30, 40, 60 лет читал, про Бернейса не читал, про него и слушать не хочу ничего. Вот все, модель, все готово. Все, что выходит за рамки, вызывает гнев. Это что, женщина за кафедрой? Гнев. Это что там это? Какие-то примеры не из Библии? Гнев. 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 И немало проповедников воздействуют именно на эмоции людей. Эмоционально. То, что зажигает людей, воздействует на эмоции часто. На эмоции. И опять-таки, для своих каких-то корыстных целей. Сколько проповедников, которые там говорят, вот сейчас, братья, сестры, я знаю, все в трудной ситуации, и мы находимся в нищете часто, и часто не хватает, и часто у тебя проблемы, хочется купить, ты не можешь купить. И ты в эмоции погружаешься в такое эмоциональное состояние. И потом проповедник говорит, и теперь, если ты пожертвуешь, просто как бедная вдова, отдай все, что у тебя есть, и Бог придет, и прорыв наступит в твоей жизни. Прощай, нищета! Здравствуй, процветание! И ты уже прям на зводе. Думаешь, жена, достаем все из кармана, будем жертвовать. Обычные валаамы. Ничего не поменялось. Просто элементарное воздействие на эмоциональную сферу. В молитвах воздействия на эмоциях. Эмоции-то так же хороши, как некое дополнение, когда ты включаешь свою кору головного мозга.